Как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей. Восемь принципов королевских родителей. Конечно, у каждых родителей существуют свои принципы и критерии относительно того, как воспитывать детей. В разные годы, давая интервью и на публичных встречах Кейт Миддлтон и принц Уильям охотно делились собственными секретами, которые канал JoInfo подготовил для вас. Наверняка многие мечтают растить своих детей как принцев и принцесс, но лучший пример для подражания, настоящие дети королевских семей. Ошибочно полагать, что Джордж, Шарлотта и Луи воспитываются по строгим аристократическим канонам и в атмосфере чрезмерной дисциплины. Напротив, их родители Кейт Миддлтон и принц Уильям достаточно лояльны в вопросах воспитания, и мы сейчас вам об этом расскажем. Как же воспитать принца или принцессу? Итак, восемь принципов герцогов кембриджских. Принцип первый — культурное развитие. Кэтрин и Уильям стараются как можно чаще водить детей в музей, на выставки или в галереи. Например, Национальный исторический музей стал номером один для досуга королевских наследников. В 2016 году Кейт Миддлтон рассказала, что во время посещения музея принцу Джорджу очень понравились представленные там трехмерные скульптуры. Принцип второй — игры и игрушки, важная часть воспитания. Принц Джордж был восхищен поло-туром Мазерати, в котором участвовал его отец. Во время соревнования он размахивал игрушечным пистолетом, играя вместе с другими детьми без родителей. Но на самом деле, Кейт Миддлтон часто проводит время с детьми, играя с ними в самые обычные детские игры с разными игрушками и даже обучает их езде на велосипеде или детской машинке. Принцип третий — важность семейных уз. Дети не должны забывать о своей семье и родне. Ведь братики и сестрички — это самые близкие и родные люди. Нужно часто видеться с ними, играть, развлекаться, узнавать новое и интересное, общаться на разные темы. А потому, по словам Уильяма и Кэтрин, Джордж и Шарлотта часто встречаются с двоюродными сестрами и, конечно, бывают на всех семейных мероприятиях. Принцип четвертый — нужно смотреть мультфильмы. Смотрят ли мультфильмы принца и принцесса? Конечно, да. Кейт и Уильям вполне снисходительно относятся к просмотру мультиков. Особенно дети любят смотреть их во время перелетов на iPad. Герцог Кембриджский однажды во время интервью на Радио 1 поделился, что Джордж раньше увлекался мультиком про свинку Пеппу, но немного повзрослев, перешел на мультсериал про пожарного Сэма. Принцип пятый — проводить много времени на свежем воздухе. Кейт Миддлтон рассказывает, что она дорожит простыми, повседневными моментами в семье. Частые прогулки на свежем воздухе, забота о животных, бережное отношение к природе — важная часть воспитания. Ведь прогулки на природе способствуют укреплению иммунитета, также улучшается зрение, просыпается аппетит. После таких прогулок, у детей повышается внимание и расширяется кругозор. Шестой принцип — психическое здоровье детей. Герцоги кембриджские славятся своим неконфликтным и спокойным отношением к детям. «Мы с Кэтрин хотим, чтобы и Джордж, и Шарлотта, и Луи учились говорить о своих эмоциях и чувствах без боязни», — сказал принц Уильям в интервью журналу Кэлм. Королевские родители также учат детей справляться со своими эмоциями и принимают их, не пытаясь исправить. Всегда нужно давать детям время и разговаривать с ними. Седьмой принцип — герцогини кембриджская ищет ответы в интернете. Как и любая мама, Кэтрин часто прибегает за помощью к интернету. На форумах для мам она, как и многие родители, находит для себя многие ответы. Она специально зарегистрирована под неузнаваемым псевдонимом и активно принимает участие в онлайн-форумах для мам. Как облегчить боль при прорезывании зубов, или какой фирмы-подгузнике лучше использовать, или что можно смотреть перед сном детям — все темы обычные. Восьмой принцип — детский сад и школа должны быть обязательно. Очень многие королевские семьи предпочитают обучать своих детей дистанционно или удаленно. Однако этому принципу кембриджские не следуют. И Джордж, и Шарлотта посещали детский сад и ходят в школу. У Луи тоже будет и детсад, и школа. Социальная среда крайне важна для развития ребенка. Это позволяет расти полноценной и ментально здоровой личностью. Кейт Миддлтон и принц Уильям — потрясающий пример для подражания для всех родителей. Они понимают, где нужна мера, а где нужно расслабиться. Безусловно, их королевские обязанности, не позволяют проводить с детьми столько времени, сколько им хотелось бы. Тем не менее, герцоги кембриджские стараются уделить максимальное внимание своим детям Джорджу, Шарлотте и Луи. И об этом всем отлично известно. Подписывайтесь на канал Join4 и мы вам с радостью расскажем еще много замечательных историй из жизни королевских семей и не только.